Снега в этом году выпало много, поэтому как только температура поднялась выше нуля, на дорогах города начали появляться лужи. Сейчас, когда на улице держится плюсовая температура, стало суше. Тем не менее, в некоторых местах, где ливневки не работают в полную силу, еще можно увидеть море воды. К примеру, на улицах Облуково и Докучаево лужи образовываются каждый год в одних и тех же местах. Живу в этом районе, ходим по этой грязи, на работу ходим здесь, как пройти, не знаю. Тут и садик рядом, и университет. Ну что еще, там дальше школа еще есть. Нет тут сброса воды, нету. Все время так, как озеро Байкал стоит. Тем не менее, коммунальные службы стараются оперативно реагировать. Сотрудники Доримстроя регулярно выезжают откачивать воду, промывать колодцы и ливневки. На балансе комитета находится порядка более 200 километров сетей ливневой канализации, более 3000 водоприемных колодцев. Все они у нас 100% прочищены. У нас сформированы 4 бригады, которые ежедневно, ежесуточно даже, то есть в круглосуточном режиме ведут работы по очистке и промывке данных сетей. Как только снег полностью растает, а на дорогах станет сухо, начнется ремонт дорог. Комплексная работа по наведению порядка на проезжей части включает в себя устранение многочисленных ям на дорогах города. Сейчас работы ведутся с помощью холодного и литого асфальтобетона. Порядка семи бригад уже будет сформировано для работы ямопоямочный ремонт, струненный инъекционным методом. Все договора заключены, контракты муниципальные, то есть как и на асфальт, так и на битумную эмульсию. То есть будем работать в усиленном режиме. С наступлением тепла Доримстрой перейдут к полноценному ремонту дорог с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Это позволит в большем объеме выполнять работы. С начала года в порядок привели почти 3000 квадратных метров дорог.